В Комельской области завершается уборка лёну. В этом году за умов на двор есть термины подъема льно-трасти, ссунулись на 2 недели. У Непростой ситуации аграриям будет Кашалевского района, где помогают студенты, научные установки и сотрудники предприятий и организаций региона. Под обязанностей в следующем репортаже. Лён – культура капризная и всегда доставляет клопот тем, кто его вырос. Но именно в такой ситуации льноводшие господарки региона пынулися у першыню. За умов на двор, я термины уборки культуры спалёв ссунулись. По технологии, после скошвания лён повинен некоторый час вылежаться, потом яго переворачиваюць и он ясно подсыхая. После отрасту спушиваюць и спрасовываюць утюки. И всё это безумовно робится техникой. Восинские дажжи, які шли без перепынку больше за 2 тысячи, не дозволили лёну просохнуть. Тому подымать яго приходится уручную. Каб выратвать ураджай в властных силах аграриям не хапая, пришлось извернуться за допомогой до гораджан. Из-за погоды было очень мокро, аль на 300. Значит, поднимали с привлечением населения, поднимали, ставили у конуса, чтобы более-менее провеялось немножко. Значит, у конуса мы поставили, провеялось. Сейчас идёт уже работа на последнем этапе. На полях у Будокошелёвском районе працуются работники предприемства, организации, студенты, зраецентра и гомеля. Гораджане проблемы агрария узразумели и отгукнулися на заклик об допомозе. Во все времена была традиция помочь в уборке урожая. И учреждения образования, организации, предприятия подключились для того, чтобы помочь убрать лён. Поэтому мы все вышли на шефскую помощь. Мы работаем интенсивно, чтобы быстрее выполнить поставленные задачи. Поэтому мы справляемся. Павел Сакович, наместник декана экономичного факультета ГДУ Мяфранциска Скарыны разом со своими студентами на подъём тросты приезжают четвёртый раз. При этом все разумеют ситуацию, в которой опынулись аграрии и с энтузиазмом працуют. Рыльон лежит здесь, его же надо убрать, понимаете. Люди выращивали, труд затратили определённый. И оставить это всё, это никуда не годится. Дети понимают, то, что надо сделать эту работу, то, что погодные условия вмешались. И помощь деревням и селу должны оказать. Подсохлая троста уручную выкладена у ленты и у справа уступает техника. После успушивания тросту закатают у рулон и отправят на перепрацовку. Каб завершить уборку лёну, аграриям необходны у сего некольки погодливых дён. Максим Савин, Михаил Рабко, утель радиокомпания «Гомельс» Будокошалёвского района.